В эфире нашей телекомпании ежедневный выпуск информационной программы «День города» в студии Оксаны Тебенихина. Здравствуйте! Первый рабочий день подошел к концу и мои коллеги готовы поделиться со зрителями самыми интересными новостями Рязани. Смотрите сегодня. 2015-й отсчитывает последние дни в Рязани. Один за другим проходят праздники и елки для детей и жителей города. Новый год в новой квартире. Жильцы аварийных домов встретят праздники в статусе новоселов. Полицейский Дед Мороз. В каком режиме будут нести службу сотрудники правопорядка в празднике? Переезд – дело хлопотное, требующее недюжего терпения. Но от этого процесс смены места жительства не становится тягостным. Тем более, если условия проживания переменятся в лучшую сторону. В текущем году программа по переселению граждан из аварийного жилья осуществляется весьма активно. Многоквартирный дом номер 92, что на улице Большая, сегодня открыл свои двери для новоселов. Алена Куколева расскажет подробнее. Сегодняшний морозный и солнечный день стал для некоторых рязанцев поистине чудесным. Они получили ключи от новых квартир. В рамках реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья и старого фонда в этот новый дом переедут 197 семей. Ключи вручал губернатор Олег Ковалев. Конечно, мы считаем, что программа должна быть продолжена. Мы ведем эти переговоры на федеральном уровне. Мы стараемся убедить руководство государством, руководство правительства в том, что такая программа важна, она нужна. Потому что те люди, которые живут в ветхом жилье, если бы они могли решить свои проблемы самостоятельно, они бы давно уже их решили. А, как правило, там люди живут с ограниченными уровнями доходов и самостоятельно не могут решить эту проблему без поддержки государства. Этот новый год Ольге Шабуровой точно не будет похож на другие. Таких дорогих подарков, признается женщина, еще не получала. Мы жили в северном переулке, дом 4. Это наш дом в ужасном состоянии, конечно, у нас. Спасибо огромное за заботу, что губернатор позаботился о нас, переселил нас к Новому году, тем более такой подарок нам сделан. Мы очень рады. По словам губернатора, такая программа крайне необходима, так как переселение людей в комфортное жилье повышает как культуру проживания, так и качество жизни. Рязань у нас в этом плане достаточно сложна. Здесь очень много аварийного жилого фонда и много жалоб по аварийному жилому фонду. И насекомые, и грызуны, и чего там только нет, как говорится. И поэтому расселить людей, предоставить им комфортные условия, это повысить и культуру проживания, и качество жизни. Это очень важно. Почти 3,5 тысячи рязанцев расселены на сегодняшний день из ветхого и аварийного жилья. До середины 2017 года новосерия справит еще 3 тысячи рязанцев. Ключи от собственных квартир сегодня получили и ребята-воспитанники детских домов. Долгожданные документы на квадратный метр молодые люди получили в торжественной обстановке в администрации города. В этом году 27 детей-сирот стали владельцами помещений в многоквартирном доме номер 4 на улице Песочинской. И сегодня вы становитесь полноправными, но не хозяевами однокомнатных квартир. Каждому из вас я желаю счастья. Пусть ваш домашний очаг полнится второй половинкой, детьми. Пусть радость посещает вы частым гостем в ваших домах. Пусть будет все хорошо. Об одном прошу, чисто по-материцки. Будьте аккуратны с теми, кто будет рядом. Думайте о том, что это жилье досталось уже вам непросто. Поэтому не торопитесь. Даже в выборе спутника жизни. Будьте очень-очень аккуратны. Всего на реализацию переданных государственных полномочий бюджету города Рязани выделено 30 миллионов 500 тысяч рублей. Запах Нового года витает в воздухе, наполняя наши легкие ароматами елки и мандаринов. А часы отмеряют секунды до главной ночи в году. В городе продолжаются праздничные гуляния. Бесспорно, больше всего внимания в эти дни уделяется детишкам. Новогодние огоньки и елки проходят во всех культурных центрах Рязани. Вот и сегодня в областном театре кукол прошла губернаторская елка. В Рязани продолжаются новогодние губернаторские елки. Сегодня на площадке кукольного театра юные рязанцы окунулись в мир волшебной сказки. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Ух ты! Все вместе! Так вот он, так вот! Волшебный посор Деда Мороза! Но главным волшебником на этом празднике стал губернатор Олег Ковалев. Он поздравил маленьких гостей и пожелал в Новом году здоровья и много радости. Хочу пожелать вам в Новом году, чтобы вы подросли немножко, чтобы вы многому научились. У вас хорошие учителя, мамы, папы, братья, сестры, да? Да! В свою очередь губернатора поздравил Дед Мороз и пожелал ему в Новом году исполнения всех желаний. А я хочу, я хочу, я хочу пожелать Олегу Ивановичу, чтобы все-все его желания, которые вы загадаете в Новом году, обязательно исполнились, потому что все они идут на благо нашей области. Это вряд ли, потому что желаний иногда больше, чем возможностей. Среди приглашенных детей на праздник были победители областных смотров, конкурсов и фестивалей, а также дети из малобеспеченных и социально незащищенных семей. Ну, все тут есть, все такие веселые, игры очень хорошие. Ну, мне здесь дедушке все нравится. В завершении программы каждый ребенок получил сладкий новогодний подарок. Праздничные елки проходят и менее масштабно. Дворовые гуляния, как известно, объединяют жителей микрорайонов. Некоторые особенные инициативные граждане проводят такие вот локальные елки традиционно в преддверии Нового года на протяжении многих лет. Об одном из таких дружных дворов расскажет Олеся Харлина. В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная зеленая была. До Нового года остались считанные дни и подготовка к празднику в самом разгаре. Одними из первых новогоднюю стафету приняли Рязанские дворы. Вот такой была генеральная репетиция главного зимнего праздника на улице Интернациональной. Наши постоянные телезрители по традиции поделились частичкой своего настроения. Все в лучших традициях. Нарядили елку, украсили двор иллюминацией и организовали театрализованную волшебную сказку у себя во дворе. Как и положено, хозяйственным жильцам готовиться к зимнему празднику в этом микрорайоне начали еще с лета. Двор на улице Интернациональной знаменит участием во многих конкурсах и проектах. За победу в одном из них, на лучшую придворовую территорию, жильцы получили небольшой денежный приз и приняли решение потратить премию на приглашение настоящего символа наступающего года. Веселая обезьянка не давала скучать никому. В этом году двор на улице Интернациональной собрал четыре десятка детей, каждый из которых получил персональный подарок из рук Деда Мороза и Снегурочки. С удовольствием заглянули на огонек и жители соседних дворов. Все-таки Новый год – народный праздник. Полный волшебства, счастья и веселья. В рамках всероссийской акции МВД «Полицейский Дед Мороз» Рязанский и полицейский совместно с членами общественного совета поздравили детей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и детей своих коллег, находящихся в длительной служебной командировке. Подробнее об этом и о работе полицейских в предновогодние дни расскажет Наталья Новикова. Сотрудники полиции совместно с кинологами и сотрудниками Рязанского линейного отдела МВД России и на транспорте ежедневно проводят на вокзалах в Рязани и населенных пунктах области рейды по охране общественного порядка. В преддверии новогодних праздников эта работа проводится в усиленном режиме. Полицейские патрулируют вокзалы, прилегающую к ним территорию, обследуют проходящие поезда и электрички. Проявляется отработка выдвижного состава пассажиропотока. В определенных местах размещена информация для граждан по обеспечению имущественной безопасности, размещены ориентировки о лицах, которые представляют интерес для правоохранительных органов. По громкой связи на вокзальных комплексах ежечасно осуществляется информирование граждан о действиях при обнаружении бесхозных вещей, вариантах обращения в правоохранительные органы по противоправных действиях в отношении них. Рязанские полицейские и сотрудники полиции на транспорте обращаются к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к небольшим неудобствам, возникающим в ходе рейдов и досмотровых мероприятий, а также незамедлительно извещать сотрудников органов внутренних дел об обнаружении на вокзалах бесхозных вещей или совершении противоправных действий. А специально подготовленные сотрудники полиции традиционно в преддверии Нового года облачаются в костюм Деда Мороза и с мешком подарков навещают детей полицей. В этом году в первую очередь полицейский Дед Мороз посетил детей сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного долга, и детей полицейских, находящихся в служебной командировке. В каждой семье полицейского Деда Мороза и его помощницу Снегурочку встречали наряженная новогодняя елочка и нарядные дети. Вместе с Дедом Морозом и Снегуркой детишки водили праздничные хороводы. Ребята подготовили для сказочных гостей новогодние праздничные стихи и песенки. А полицейский Дед Мороз поздравлял детишек с наступающим Новым годом и доставал из мешка подарки, игрушки и сладкие наборы. Словом, рязанские полицейские люди не только ответственные, с честью выполняющие свою работу, но еще и творческие. Еще одно доказательство этому – розыгрыш золотого кубка Лиги КВН «Подъем», который состоялся в минувшие выходные. Впервые в истории Лиги, как, впрочем, и во всем Международном союзе КВН, одним из организаторов игры выступил Общественный совет при МВД России по Рязанской области. Лига силовых структур и ведомств России «Подъем» является официальной лигой Международного союза КВН. Сезон 2015 года был ярким и насыщенным на события. По уже сложившейся традиции, итоги долгой и трудной работы команды подводили в Рязани. Зрители по достоинству оценили качество и стиль юмора, ведь приехали лучшие команды текущего сезона. По итогам игры, гран-при Золотого кубка Лиги КВН «Подъем» завоевала команда «Достучаться до звезд». По единодушному мнению жюри, зрители и команде МВД России по Рязанской области, их разыскивает милиция, вручили Кубок народного чемпиона. Игра проходила в подлинно КВН-овской атмосфере при переполненном зале Рязанского дворца молодежи. Игра настолько понравилась зрителям и членам жюри, что было принято решение и впредь проводить розыгрыш итогового Кубка Лиги силовых структур и ведомств России «Подъем» в Рязани. Новый год – застольный период. В это время, как правило, увеличивается количество нарушений, связанных с управлением автотранспортных средств в состоянии алкогольного опьянения. О том, в каком режиме будут работать дорожные полицейские, в праздничные дни расскажет Ольга Харламова. За прошедшую пятницу и выходные в Рязанской области с сотрудниками ГИБДД было задержано более 40 нетрезвых водителей. Так, ночью 25 декабря на улице Костачева был остановлен автомобиль «Тойота». В ходе беседы между инспекторами ДПС и водителем сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения. Было проведено свидетельствование. И действительно, водитель управлял автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, было установлено, что два года назад этот мужчина был задержан за вождение автомобиля в нетрезвом виде. Для него это уже не первый случай, поэтому в отношении этого водителя было возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция предусматривает два года лишения свободы. Но на Новый год любят выпить многие, поэтому в преддверии и во время праздников Госавтоинспекция региона будет работать в усиленном режиме. Основная задача – это выявление нетрезвых водителей. В Госавтоинспекции также надеются на помощь общества, что каждый человек, увидев пьяного водителя, позвонит в полицию. Всего за 11 месяцев этого года на территории нашего региона зарегистрировано 190 ДТП с участием нетрезвых водителей. 24 человека погибли и 294 получили травмы. Сотрудники ГИБДД предупреждают об опасности вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. И напоминают, что только совместными усилиями мы сможем повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Если выпили, не садитесь за руль и не допускайте к управлению транспортным средством своих близких, находящихся в состоянии опьянения. На сегодня это все новости, которыми мы успели с вами поделиться. Далее смотрите программу подробностей. Ну а День города прощается со зрителями до завтра. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok